Музыка Михаил, хочу заниматься в онлайн-классе. Пожалуйста, уточните, во сколько часов начинаются занятия. Так как разница с Калифорнией 14 часов. Вам мало не покажется, потому что мы начинаем в 6 часов по Калифорнии. В 6 часов по Калифорнии вечера. Соответственно, если добавить 14 часов... А, ну уже нам, может быть, не так страшно. Вот, допустим, если бы вы в Москве были, это было бы 6 утра. А если там еще добавить... Ну, вот такая история. Мы начинаем с 6 до 7 вечера по местному времени. Тут дальше такой близкий вопрос. Расскажите поподробнее про онлайн-курсы. Давайте я вот что сделаю. У нас есть два онлайн-курса. Один просто вывешен на русском языке. Вот я только что показал. Parnov.com.ru. Вот он там висит. И я не скажу каждый день, но минимум раз в неделю я получаю письма от людей, которые говорят, вы знаете, вот я ваш курс там посмотрел и вот там написал резюме, получил работу. И люди пишут просто вот, ну, со всех просторов бывшего СССР. То есть это может быть и Молдавия, и Украина, и в России абсолютно любое место там и так далее. Поэтому если речь о работе там, если вы хотите участвовать в нашем онлайновом курсе, который на английском языке, тогда вы должны вот это сделать. Значит, во-первых, давайте так. У нас есть сайт Parnov.net. Это сайт, который посвящен именно онлайновому классу. Там ничего нет, только онлайновый класс. И если вы туда придете, значит, вот есть ссылочка. Вот Software Quality Assurance. Вот ссылочка. Идете туда. И вот расписан класс. Расписано, что в нем. Реально прямо по урокам расписано. И тут вот есть красным цветом я специально выделил. Давайте туда пойдем. Значит, это portof.com.onlinehome. Я даю эту ссылку людям, которые пишут или регистрируются в онлайне. Говорят, вот я хотел бы. Иди, смотри, изучи вот эту страничку. На этой страничке у нас, во-первых, есть учебный план, что там будет. И вот запись, вот это вот ссылки к вебинарам, которые были записаны в онлайновом классе. Тут какие-то кусочки, которые у меня публично висят, вот я им даю. Но тут есть на самом деле еще вот поурочно. Если вы пойдете на урок и говорите. Вот урок номер один. Что там было? Перед уроком в онлайновом классе они посмотрели вот эту запись, сделанную там, ну, я не знаю, год-полтора, там, два назад. Они посмотрели эту запись. Это слайды к этой записи. Вы можете видео смотреть, а слайдики у вас отдельные. После того, как вы посмотрели эти слайдики, вам говорят, вот у нас вопросы с ответами, которые надо выучить по вот этой теме. Что такое тестирование, что такое quality assurance, в чем между ними разница и так далее. Вот есть вопросник. Вот есть у тебя survey. Это, ну, квиз, я не знаю, как. Вот они дома заполняют, отвечают на вопросы. Только не надо copy-paste, там, из нашего текста, а надо своими словами отвечать. И, значит, когда урок будет, вот вы когда будете запись урока смотреть, вы увидите, что мы разбираем этот тест. Вот это видео, это гениальный человек, мой самый любимый, так сказать, разговаривающий человек на тему тестирования программного обеспечения. То есть, одна его лекция может изменить вашу жизнь кардинально. Вот, я говорю, вот это посмотрите. Есть набор статей о том, что нужно, чтобы стать хорошим тестером. И есть видео, там, к сожалению, его убрали, там оно было не очень легальное. Эту ссылочку пока забыли. Вот, как быть, значит, хорошим там экспертом. Вот это то, что вы делаете. Когда вы приходите на урок, вот это запись того, что произошло на уроке. Таким образом, значит, вот это то, что было. Это домашнее задание. Потом вы пришли на урок, это то, что было. Вот эта первая ссылочка, это было когда-то давно. Вот эта вторая ссылочка, я записал первый урок, вот, ну, 26 февраля этого года. Вот эта ссылочка я записал буквально 14 мая, пару дней назад. Вот, и они чем-то все отличаются. Ну, чем-то, я не знаю, чем. Время идет, настроение у меня там, вопросы какие-то задают, там, какие-то новые записи появляются. Я не знаю. Ну, вот, зависит. Вот эти два, эти две ссылки записаны в большом классе. Они сейчас, у меня классы выросли до 40-45 человек. Вот я в большой, в большой очень аудитории работаю. Второй урок мы говорим то же самое. Смотрим запись, которая была, делаем там какие-то задания, потом смотрим то, что было в классе. Да. Вот так вот оно идет. И третий урок. Значит, у вас тут записей, ну, часов на 7, не знаю, на 7, может быть, даже на 8. И вопросы, которые у вас возникают по поводу нашего онлайнового класса, ну, начните вот с этого. Посмотрите там реально 8 часов этого онлайнового класса. На самом деле у нас кое-какие лекции из онлайнового класса еще присутствуют тоже в свободном доступе. Я иногда, когда время идет потихонечку, я задним числом кое-что вывешиваю. Так что, если вы пойдете на сайт, на канал ютубовский Портновскул, да, вот, youtube.com.slash. Портновскул, одним словом. Вы увидите там очень-очень много технических видео, которые я записываю, наши педагоги там и так далее. Я могу даже вам сказать, вот, если вы пойдете, ну, давайте мы зайдем в YouTube, например. Сейчас я покажу. YouTube, да. А, по-русски, да, по-английски мы пишем. YouTube.com. Вот, если мы зашли, и я, например, напишу SQL, смотрите, SQL, SQL Tutorial, пожалуйста. Вот SQL Tutorial. Кто первый? Первый, первые два, это платное объявление. Вот первый идет наш, Давид Штерн, это наш преподаватель. Вот он же тут третий, там, со своим кусочком сиквела. У него, там, по-моему, четыре лекции по сиквелу. Вот он, он первый, SQL Tutorial, там, For Beginners, пожалуйста, опять Давид первый. Там, да, ну, я извиняюсь, не то нажал сейчас. Вот, да, For Beginners, и он снова первый. Даже если я просто скажу сиквел без ничего, вот просто сиквел. Посмотрите, что будет. И Давид у меня будет, ну, не первый, но третий. Вот он, пожалуй. 117 тысяч просмотров за год. Поэтому у нас очень серьезные ребята. Вот если я скажу там XML, например, XML Tutorial, например, да. Вот у меня Давид первый, вот это его Tutorial. Если я скажу Selenium, там, какой-нибудь. Selenium Tutorial for Beginners, пожалуйста, что там будет. Вот первый, это наш. У нас преподаватель была Яна, она записала специально по моей просьбе, там, самое начало Selenium. Вот, и это тоже мой. Поэтому у нас очень серьезные ребята преподают, особенно вечером, это из индустрии крутизна. Поэтому посмотрите, послушайте, вы узнаете абсолютно все, что надо знать. Но если вдруг вы решите, что вам зачем-то нужен этот курс, ну, пожалуйста, возьмите этот курс. То есть я, смотрите там, да, но поподробнее, что там рассказывать. Вот возьмите и вперед изучайте. Все висит. Я специально так делаю, чтобы мне не надо было ничего рассказывать, а кому интересно, чтобы они могли пойти и найти информацию. Субтитры сделал DimaTorzok